И тоже. Вот как раз-таки он, который играет там на батрайдере, на квапе, на каком-то налишироке, да, он крутой исполнитель. Но здесь, честно, вот эта битва вот этих вот команд, она зависит, знаешь, от чего? От кэри матчапа. То есть, какого кэри возьмут блок-листы, потому что мы с тобой как раз смотрели блок-лист против талон, да, где они отжали одну карту. Они отжали единственную карту, где у них был нормальный кэри — это ТБ. А все остальные игры, там какой-то Боутсикер, кто еще там был, какой герой был на третьей карте на кэри? О, я что-то вспомню. Но там что-то плохое было. Да, там был нестабильный кэри, который вообще не выигрывает в доту. И вот как раз-таки, если бы ок-лист, кстати, банят Natch's Profit, Army Geniuses, и Коттл, инстакоттл, становится имбой патча как будто бы. А, я вспомнил. У них там был кэри Кунка и тройка Алхимик. Да, да, да. Там такая игра была нестабильная. В две игры Рэйвен играет Боутсикер, Кунка, и они проигрывают. Играет на ТБ, тащит, круто играет, безошибочно, топ-нет-ворс, все делает четко. Поэтому здесь реально будет борьба коров. То есть мидеры, они будут где-то там, да, там будет какой-то батрайдер летать, давать лассо, нажимать БКБ, будет с другой стороны там Лишрак какой-то, да, или Коттл, и будут как бы нажиматься спела, но все зависит от того, как будут Рэйвены и Неродрим как бы соперничать между друг другом. Я бы сказал тут, знаешь, битва один на один. Возможно, но при этом, смотри, Блэклист лишь решили взять Коттла, как раз с Киперов Зелайта мы их переехали из СМГ, Коттл сейчас довольно популярный герой. И мне кажется, что это будет Киперов Зелайт плюс Эмбер, честно говоря. Закрывает все это дело вообще Пугной и добавляет к ним Тинни. Пугной, кстати, вообще неожиданный выбор. Возможно, это герой, который будет четверкой. Мы видели Битбум, так играя, да, с Пугной 4. И, ну, это такой флекс, то есть, да, что Тинни, что вот оно, вот оно. То, что мы видели от Блэклиста, это, знаешь, их верочная острота. Но они тогда тоже, да, на даблпик. Да, просто они, а это линия ТБ Коттл, скорее всего. Просто ТБ Коттл очень приятно играет сейчас в этой мете, как будто бы. То есть ТБ фармит, ему дают маны, постоянно новые иллюзии, новая мета, постоянно ты можешь делать какой-то мув. Знаешь, нету такого большого кулдауна на мету сейчас из-за того, что Коттл просто бегает, дает тебе маны. Поэтому связка героев хорошая, но насколько же много банов нужно сделать Блэклистом, чтобы вот это все работало, реально. И Зевса нужно забанить сейчас, 100% нужно банить Зевса. Ну да. 100% нужно банить Зевса. И есть какой-то Тимбер, есть Андерлорд. Сколько же просто уйма, туча просто героев, чтобы играть против этого ТБ. Потому что Талоны в прошлый раз этого ТБ не закрыли. А Армиджинилсы смогут. Ну, много у них пиков есть. Да мне кажется, уже и Пугна не такой плохой герой против ТБ, потому что у тебя есть декрип, у тебя куча магии. Нет, там фишка в том, что ты с Шардом нажимаешь как бы ультимейт в арт, и все иллюзии умирают. Даже так. Это хорошо против ТБ. И декрипифай тоже как сейв, да, допустим, если у Блэклист какой-нибудь появится, ну, возьмем Кентавр, да. Он прыгает, Пугна сейвит, ТБ не бьет, дэмэджа может не хватать. Ну, так и есть. Но чтобы это все забалансить, должны, наверное, быть еще какие-то герои с нюками на роли сапов там. Ну и как этого ТБ будут защищать? Будут ли свапать линии, если, допустим, Траплейда закроют как-то на лейне? Хотя, наверное, его ТБ и Кипер Овзалайт — это та двоица, которую ты можешь против любого лейна поставить. Не, мне нравится вот сейчас для Армиджинис просто сделать Пугну тройкой, пойти с Тинни Пугна Тинни, да, против ТБ. Он уже там будет просто рассыпаться на третьем левеле. Никакой Коттл, ну что, Коттл задует? Да. Что это? Ну, это никакая не помощь, да? И вот тут Баклистам надо задуматься уже, а не хотят ли они какого-то милишника взять, который будет просто бегать и гонять как бы всех этих героев. Например, Андаймга. И Коттла уже там либо в мид поставить, либо в оффлейн, что-то такое, короче, придумать. Потому что мне уже кажется, что вот слишком много спеллдэмэджа в Армиджинисус. Да, есть такое. Не, ну мне нравится с Сандаймгом твоя идея, потому что, ну не обязательно же ставить Траблэйды вместе с Коттлом. Они потом по игре просто будут вместе находиться, тебя будут Чакра Мэджик закидывать. Ну мы с тобой это видели уже, да? Там вообще игра происходит как с Нагой практически. Потому что ты стоишь там, фармишь свой треугольник, у тебя куча иллюзий, ты там вражеский лес зафармил, линию толкнул, очень много фарма. Вот Траблэйды появляется в таком формате. Ну смотри, для Армии Джинисус есть что? Есть Лешрак, а Лешрака в Коттла брать не особо хочется, потому что, ну, есть Весел, герой, который собирает Весел. И вот Эмбера они сами банят. Я как раз хотел предложить взять им Эмбера. Возможно, это будет Панга для Армии Джинисуса. Пангалиер крутой, вот реально. С Котлом, да? А, они крадут Анда Энга даже так. Ну это не то, чтобы воровство. Ну ладно, тут непонятно пока что, кто куда пойдет. Ну то есть это может быть как и Пугна Мид, да, как и Тинни Мид, как и Пугна Четверка. То есть куча вообще вариаций, как Армии Джинисус могут еще пикать. Как же сложно Бэклис там сейчас будет драфтить. Представь, ты вот это вот видишь, думаешь, кто куда идет. Что вообще нам сделать? То есть у тебя куча мыслей в голове, а если они сделают так? А если они вот это поставят туда, нам это будет неудобно, то-то-то. Тяжело. Тяжело будет Бэклистом. Ну посмотрим. Мы еще, знаешь, не видели в деле, потому что часто в Юго-Восточной Азии, вот из того, что я видел, команда там даже фаворит. Бывает, что просто не с той ноги встала. Вот как Талон, помнишь их первую карту против Бэклиста как раз? Они там вкинули, по-моему, тройку Белку. Вот и с ней как-то... Да, там Аудрафт. Ну да, там Аудрафт был тотальный. Опа, взяли Шейкера вообще. Шейкер четверочек, скорее всего. Ну а как тебе Шейкер Ван Денга вообще? Не так ли это работает, как вместе с Тинью? Что ты прыгаешь в один конец? Да, это не важно. Если ты дал ХСВ по-троиму, нажал одну фиссуру, даже не успел нажать тотем, на это без разницы. Ты уже как бы заинициировал тимфайт. И скорее всего это линия Шейкер Коттл, я тебе так скажу. Мы видели от SMG, возможно, Бэклист сворует их с Радку и будут вот так играть. Но там Мидван прям на Котле очень круто отыгрывает, на самом деле. Естественно. У него была Мека сначала, мы смотрели на 5.30, потом я видел игру, где у него Мека на 4.40. И он стоит на линии, просто ему маны не хватает, чтобы Мекку прожать. Это смешно. Ну а можем ли мы как-то закрыть все это дело? Ну понятно, что будут водить там какие-то пачки, потому что Шейкеру на линии против Фандайенга уже должно быть довольно неприятно. Ну а что водить? Шейкер может дать 2 фиссуры, там, забочить крипов, да, и стоять путь нормально. То есть не факт, что... Смотри, главное, чтобы это не был Шейкер Тройка. Если это Шейкер Тройка Коттл 4... Ой-ой-ой. Так. Но это не меняет наш к собой мысли. Это может быть Феникс 5 просто. Может. Коттл Шейкера линия, Феникса показывает на линию вместе с ТБ как раз-таки. Единственное, что пока я не вижу никакой закрывашки для Пугна, да. Ну хотя Феникс по игре точно мешает, однозначно. Потому что Сан Рей, ну ты знаешь, да, что с Пугной делает Сан Рей условный под яичком, когда ты его ставишь. Ну так. Нужен герой для армии Дженюсис. Вообще нужен герой, который бьет яйцо, скорее всего. И может быть какой-нибудь на Аэкс, на ТБ хорош на Аэкса. С другой стороны, никто здесь больше ничего на Аэкса не делает. Есть Морфа? Морф. Морф, Морф, Морф. Нужно Морфа брать. Ну а Морф против Котла не такая же логика, как ты Лешева предлагал. Просто Котл сделает стройку. Просто линия сильная, понимаешь. Ундайн Морф уже, да. Его по сути не убить, когда он покупает Шард, вообще невозможно. Но прыгает Шейкер, ты нажал перекачку. Что дальше? Ничего не происходит. Хороший матч АФТБ. Ну, 50 на 50, я бы сказал. И играть можно, мне кажется. Рики взяли. Рики это нечто интересное. Получается Тинни Мидовый какой-то у нас уже. Кажется, это что, да. Рики, Пугна, Линия, Тинни Мид и Ласпик Кэрри они хотят оставить. Ну, я, кстати, видел вот в Китае недавно Рики. Ну, тяжеловато ему сейчас вот с этим Шардом, который пофиксили. Там ранжа прям минимальная совсем. Рики может быть и Кэрри, между прочим. Ну, как-то, погоди, это лут с матча против ТБ точно. Рики же ему ничего абсолютно не делает. Сапов он здесь, я не думаю, что съест, кстати. Ну, Катла он ест, Катла он ест. Но Коттл может быстрый форстав купить, если это мидер, да, там, допустим, без Весела сыграть. Ну, вот банит Марфа, как раз-таки Блэклист. Как тебе снайпер какой-то? Хороший. Хороший выбор. Сломать яйцо. Линия он вообще отлично постоит. Мне кажется, Коттл Шейкер ему ничего сделать не должны толку. Интересный выбор Рики Мару, действительно, мне не особо понятен, как вообще вся концепция. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, Тинни пойдет мид против Катла, да. Пугна пойдет с Рики Мару, Андайенг с Кэрри. Но, может быть, еще и по-другому совсем. То есть, может быть так, что просто Пугна мид там, условно, Тинни с Рики, Рики оффлейн, да, или вообще Андайенг оффлейн с Пугной. Тут вообще куча разновидностей, как могут Арми Джениусы поступить. Я думаю, здесь гадать нет смысла, просто будем смотреть. Ну, гадать нет смысла, это прав. Но, допустим, Андайенга, я не вижу смысла тут ставить. Ну, смотри, Андайенга 4, профита вообще никакого, он точно 5 должен быть. На Кора, есть ли его смысл ставить против ТБ, ну, наверное, тоже нет особого. Мне кажется, Андайенг хорош как конкретно против силовиков, где ты можешь задушить немного линию, у тебя при фармах, ты быстро ввозишь слабые снайперы забанья. Ну, кстати, Андайенг, Пугна, прикольный лейн на самом деле. То есть Андайенг хорош против Феникса, да, потому что ты силовик. Во-вторых, ТБ, да, допустим, ты же знаешь, да, как ДК работает, что первый ДК не наносит урона, второй ДК наносит урона. А под Декрипифаем, когда на тебе уже 12 стаков, тебе дают Декрип бласт, как бы еще ДК сверху в Декрипифай, там, если честно, очень много урона по ТБ. Ему будет тяжело именно стоять на лейне. Что на лейне? Ну что, мидер остался блэклистом, либо мидер, либо оффлейнер, они вот сейчас, я думаю, решают, кто им больше нужен, посмотрим. Панга. Ну, мы предлагали с тобой. Не, панга я вниз предлагал против ТБ, как раз-таки, котла. Да, мне кажется, сверху тоже неплохо. Вообще, панга под котлом, это почти как Эмбер с Кипперовзлайтом. Да, у тебя нет подцепа никакого, но у тебя свашбакл и шелдкраш просто без КД. Мощные нюки, ты покупаешь себе дифуз, и ты там в одной драке можешь нанести дэмеджа. Очень много. Смотри, есть Войт, есть Бутсикер. И на самом деле на Экс тут хорош. Войт. Окей. Так, а про лям? Что мы будем видеть здесь? Я взял себе Миду, Рики. Да, я знаю, что тут все будет не стандартно, не дефолтно. Ди би на тройке. Ну, понятно, Кири Войт 5. Погна Тини, Войт Андаенг и Рики Мид. Вот Рики Мид, что вообще это такое? А там Ку-Ку будет на котле. А, ну да, там все понятно сверху уже. Ну, Рики Медовой это интересно на самом деле. Я как-то видел Марси Медовую, кстати. Это было прикольно. Но это еще была неподнервненная Марси, когда у нее был вот прожок. Да. Ну, слушай, мне не нравится. Зачем экспериментировать? Возьмите нормальных героев. Возьмите Пака, которого здесь просто там один стан условно, да, там. Вместо Рики. Ну, может, нам Йоуи что-то покажет. Это Рики с Метеором, мне кажется. Это Рики с Метеором. Я уверен, что это Рики с Метеором. И мне не нравится. Вот честно скажу, мне не нравится. Зачем эксперименты? Но это может быть новой метой, которой мы еще не привыкли и мы еще не видели. А возможно, знаешь, там в каких-нибудь пабликах Юго-Восточной Азии это невозможно выиграть против этого. Например. Ну, мэйби. Я помню раньше вот как раз Виспер со Сколфилдом, когда они играли в одной команде. У них там в пабе была стратка. Они брали котла. А, и клокверка постоянно в харду. И там тоже вот мне рассказывали, что вообще невозможно против этого в пабе выигрывать. Здесь что-то не дефлотное, не стандартное. Но было время подготовиться. Давай посмотрим на результаты голосования. Что думает чат? Чат думает, что Army Genius'ы должны здесь победить. Да ладно. Они еще просто не поняли, что Рики Мид. Они голосовали до этого. Они вообще до драфтов голосовали. Да, потом такие типа, ой, Рики Мид. Ну ладно, а как голос забрать? Никак? Назад. Не знаю. Мне не нравится Рики Мид, но это суперинтересно будет. С другой стороны. Мне без разницы там не нравится, не нравится. Главное, что это будет интересно смотреть. Я тебе говорю, тут разнообразие. В Юго-Восточной Азии, Китае и, пожалуй, СНГ уже больше, чем в том сезоне точно. Хотя прошла у нас только первая неделя и вот стартует вторая. Мне нравится, прикольно. Можно что-то колевое потестить. Но слушай, вот ты говоришь, да, это эксперименты какие-то. А мне кажется, это где-то они уже 100% практиковали. И это где-то работало. Я думаю, они протестили. Потому что матч-то важный. Ну, 2-1. Тут как бы делаешь 3-1, и ты почти на мажоре. Army Genius, извините меня, со второго дивается, что прошли. Согласен, Шейл. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором я разыгрываю 300 рублей, когда наберется 100 подписчиков. Называется он Undershock. Так что заходите, подписывайтесь. У меня 101 рубль в телеграм-канале. Шейл называется. Какой 101? У меня 300 рублей. А, 301 рубль тогда. Вот так вот. Все. Теперь понимаешь? Тебе надо повышать. 350. 351. Ладно, 400. Какой вот этот телеграм-канал? Да, в Шейл просто можно набрать. А он, кстати, не гуглится нигде вообще. А, странно. Это странно. Ну, в Undershock подписывайтесь, реально. Там как бы фри бабки. Получаете просто 300 рублей, кофе-кассия купите. И, мне кажется, насладитесь очень сильно. Да, под утреннюю доту самое то. Пишите, кстати, сколько у вас времени вообще, кто откуда смотрит. Потому что разные регионы. Вот, допустим, Китай смотрит много. При том, что есть там ребята из Дальнего Востока и так далее. То есть у нас утро, у кого-то там вечер вообще. Да я бы сказал, что есть либо ночники. Ночники? Ночники. Серьезно. Ну, то есть те люди, которые вот живут по ночам. А вот у них режим сломан. Они там условно работают ночью, да, и как бы спят днем. Это нормально. Теория про сову там и так далее. Да, да, да. Жабронки, сова там, вот это все. Но, не знаю, у меня всю жизнь, знаешь, был ночной режим. Всю жизнь. Ну, у меня тоже. Кстати, смотри, какие интересные. Да, блоклист. Ну, на них давали 50 на 50. Сейчас 1.68. Восемь после драфтов, потому что не совсем верится в этого рики. Друзья, не забывайте про промокод DPC. Используйте при регистрации в приложении Батбум и получаете халявные бонусы. Ку-ку, кстати, да, как и Сэмджин нам показывали. Муна отыграл на котле. Тоже буду делать его через раннюю Мекку. Это здорово, это круто, потому что ты просто пойдешь в темпе, будешь постоянно пушить линии. Вкупе с Траблейдом, да, и Панга, который будет готов драться к этой минуте. Выглядит круто. Выход на руну. Здесь уже Fire Spirits зажигает ее. Готов отжимать. Джоком понимает, что это, наверное, не его битва. Стоит на теники отойти. Ну, 2-2 по классике. DB, кстати, 30-й лейл пугны. Что-то этот игрок знает об этом персонаже. И это делает эту игру еще более интересней. 25-й шейкер у нас. Платиновый ТБ и Панга. Ну, рики бронзовый. Вот он. Ну, какой рики бронзовый? Хотя бы серебро было бы, да. Ну, сет у него какой. Ну, сет и тучку качнул. Смотри на него. Просто тучку качнул. А в чем будет? Ну, сейчас посмотрим, как это будет работать. Нет. Это подальника, возможно, где-то. Что он себе несет? Стики. Интересно. Ну, колечко есть. Это уже намек точно на Метеор Хаммер. Почему тучка? Типа. Вот, вот, смотри. Ладно, и добьет ли? И ты будешь мясовать сейчас. Так тучка кончится. Нет, нормально. Карл такой, что вообще происходит? Нет, ну ты вот смеешься над этой тучкой, там 4-0, если что. Он из 5 крипов 4-х добил. Я в шоке, я не смеюсь. И самое главное, знаешь, в чем прикол Рикки, мне кажется, на первых лавалах? Ты видел лодэмэдж с руки? Ну, вот так. И статы. У него 6 армора. У него урон практически, ну, под 70 в прямом смысле с топориком. То есть он сейчас должен обдонять и очень круто покачаться. Так что линию он вывезет. Будет какой-то ранний Метеор. И против него мидер. Самое главное, который этот Метеор Хаммер сбивать не способен никак. То есть ты подходишь, кастуешь в пачку, в тавер, быстро ее сносишь. А вот и туча. А этого? А вот и мисс. А вот и мисс первый. Слушай, ну, 0 игр у Йови. 5 игр у Карла. 80% финрейт. Кэда. Ну, в принципе, хорошие 4 кэда для мидера. Все-таки ты спейсер, да? Пангальер. Ты не мейнкор, так сказать. Можно и поумирать где-то. Ну что, тучка. 9-0, 8-0. Ну, сейчас понимаем, что Рикки под вышкой должен что-то убивать. Ну, здесь такой матчап, что нужен просто левел 3 армии Дженюсис. То есть на третьем левеле, когда будет засыпка ТОС, еще и бласт второго уровня, будет тяжело, конечно, стоять. Тяжело будет играть. Прям для ТБ. Нужно ему какой-то брасер нести или, знаешь, там, флафхи-хэт условный. Куда, Йови? Не поспел за рамки. Ты же теряешь крипов. Ну, Карл тоже теряет. Возможно, это выгодно для Рикки. Сейчас помешать как-то Панга. Но если бы не руна, и, к слову, будет у нас Рикки-то без ботла. То есть по рейсам его Карл уже, начиная с третьего левела, должен переигрывать спокойно. Ты просто пушишь пачку двумя скиллами, начиная с четвертого левела, по-моему. Коцаешь Рикки. У него кольцо Оригена пока нету. Но только стики какие-то сейвят, спасают. В общем, я думаю, что Панга сейчас будет качаться вообще супер. Рейвен уже нажал мету у нас в боте. И после того, как будет стоять ТБ без меты, у него будут серьезные проблемы на этом лейне. И в топе, на самом деле, Войт. Знаешь, почему я подумал Войт? Я подумал, так, если код оффлайн, кто против него круто стоит и не страдает. И как раз таки, ну, в тебя прилетает... О, как тут вообще все... Как же круто. Тут Войт убьет, если что, миллион пачек просто крипов. И, ну, кстати, Тимс уже бежит забирать баурус. Это четвертый левел, да, по-моему, будет у Войта сейчас? Да. Три дальника. Тут дело в том, что, ну, то есть как бы больше крипов он привел за вышку, соответственно, больше пачек умрет, и Коттл ничего не получит за них. То есть пока преимущество серьезное. Но мы понимаем, да, что когда так происходит, нужно сразу же пушить линию. Нужно сразу реагрить под вышку Пангалеру, потому что... Ой, не Пангалеру, а Коттлу, потому что он будет очень много терять. В миде матча ровный, в боте что? Ну, в принципе, ТБ фармит. Сейчас еще бизнес-крип будет. Третий левел скоро будет у Феникса. Ну и вот вопрос, смотри, 10 стиков у Рейвена, и третий левел как раз-таки у Армид Джинсис. Ферс Блат. Сделали на ку-ку, кстати. Потом бы его уничтожили, а потом сто он еще из Данай Ландайм за собой подчистил, так скажем. Ну, Войта сейчас настолько крутая игра, что я представить не могу, как, может быть, лучше теоретически. Тинни здесь засыпал, попытается сломать Сентрю, не получится у него. И, в принципе, Ю здесь битву за этот Сентри Вард выигрывает. Ну, Феникс-то, на самом деле, на этой линии не убить. Если Траблэйд, там, начиная с пятого-шестого, просто уйдет в лес, в теории Ю останется на этой линии, он всегда может убежать там от Тинни. Нужны капли и какая-то шляпа для Траблэйда, либо Брейсер, либо Белт оф Джан Стрэндж. Что-то такое, кстати. Без ТП! Куда же ты? После ТП умирает. Как вы, кстати, убили? Просто забаши, видимо, какие-то. Десять крипов еще у него, и огромная пачка идет на Войда. И Войд может просто стоять сейчас и динаить просто всех крипов. А Коттл что? Коттл побежит без телепорта. Да, у него большой МС. Но, извини меня, ты умер два раза подряд. Даже не так. Он пропустил одну пачку между вышками. Сейчас он умер дважды. То есть он, грубо говоря, полтора минуты из пяти не качался абсолютно. Для Коттлая это огромный минус, потому что хочешь все-таки раннюю Меку получить. У него, что уже Метеор есть у Рикки. То есть после вот этого крипа, кстати, Йоуи проседает на КП. Не, у него же там еще это. Не, ну слушай, следующий свежбакл, и можно и погибнуть. А куда? А куда, Йоуи? Ты в своем уме? Так подвышку просто. Шелдкраш можно нажать, убить, по идее. Есть Феррик, есть Стики. Так хватит, там пятый левел. Там в два свежбакл очень много дэмэджа. Йоуи умрет здесь. Если Карл попадет, можно гриф нажать на крипов. Будет ли Панга этим пользоваться? Нужно один крип срочно добивает крипа. Ну что, уже едет Метеор, получается, для Рикки Мару. Либо это только Персеверенс. Нет, это Персик. Если это только Персеверенс, то... Там нужна же еще Корона, Рецепт, вот это все. Нужна, да. О, кстати, Тимс подошел. Вот это сейчас очень важно. Во-первых, активка. Во-вторых, можно убить и Рикки абсолютно спокойно. Рикки пока без ульта. Его видно. Даже Даст здесь не понадобится. Раивен очередная мета. Прогоняет пугну Джоком Лоу. Он стоит в фул хп, понимаешь? И здесь нужно, чтобы ТБ умирал, нужно его немножко пробивать все-таки. Джоком, кстати, может ошибиться и умереть у него. Ни стиков, ничего. Но он побоялся почему-то Феникс. Там вроде Fire Spirits заканчивались. Так, и вот она шестая минута. Панга не успел под руну Иллюзии. Ее и достается активка. Но это неприятно, я тебе так скажу. Не с точки зрения того, что Рикки эта руна что-то дала прям, но Панга без нее. Рейсов не так много. И вообще, я думал, что они этого Йовио попытаются до получения шестого убить. Кстати, замедляет Джокома. Успел Ю прилететь на Икарус Длаве. Fire Spirits полетел. Ти не точно догорит, но будет размен, скорее всего. Потому что здесь ДБ, он четвертый левел. Да ладно, выживает за счет стиков. Йову апнул четвертый. В этом замесе после убийства Ти не ушел. Должно бить, должен бить. Есть креп. Круто. Чувствует герой АДБ, знаешь, не побежал там, человек умрет ли он или не умрет. Кстати, Хрона. А почему нет? Знаешь, вот ты Войт, у тебя 3 800 нетворца. Ты можешь нажимать на Хрона. Ты же очень быстро его получил на 6.40. Просто Хрона уже есть. Уже оно использовано. Круто. Ну что, ТБ, 2 брейсбенда. Как раз таки, да, он понимает, что ему надо ХП и капли. Такого ТБ убить будет сложно. Но опять же, если сбить, постоянно сбивать капли, Бластом, кстати, тоснули его. Выбили просто капли сейчас Рейвена. Статистика серьезная. 78% винрейт, по-моему, у него. И это хорошие цифры. Ну вообще, да, это тоже одна из сигн. Но, с другой стороны, значит, такие герои, как Траблейд, Морф, у тебя должны быть в пуле, если ты играешь на керри, на хорошем рейтинге, в хорошей команде и так далее. Ну что у нас там, Назрабласт? О нем чуть попозже. Здесь Джока может умереть. И Йо опять пришел по душу этого Тинника. Отличный тост, кстати говоря. Йоэви на месте. Раскастовал Метеор. Неплохо, Тучка. Не может вылететь из нее Феникс. И по идее от Метеора должен догорать. Так и получилось. Йоэви получает первое убийство на своем Рике. Правда, настолько ли это хорошо? Да, наверное, да. Потому что он стянул сюда кучу героев, подсейвил Синие. И посмотри на Творца. Сейчас, да, Творца крутые. Но сейчас появляется руна. И что возьмет Карл? Это будет ДД. Как я угадываю? Ну ты же Метеор. Сегодня мой день, да. Но я чувствую руны. Сколько я уже этих рун подобрал, сколько я видел, как их подбирают. Я уже знаю, какая руна будет следующая. Нападение в тобой. Эдди Крип, очень много демеджа. Демеджа Незервард. А, его нет. Слушай, панга падет. Просто вперед сейчас. Дубл демедж имеется. Дебе отходит отсюда. Полностью доволен собой. Соло килл по Райвену залутал. Уже Линза едет по угне. Посмотри, просто на Творцвой-то. Что это? Он Мидас еще взял. Он сейчас нажмет Мидас еще. На бизнес-крипа. Просто посмотрите, сколько у него денег. Миллионы. Адские цифры какие-то. Друзья, чтобы у вас в жизни тоже по денежкам все было здорово, заходите в приложение BadBoom. Промокод DPC работает на протяжении всего сезона. Вы можете там залутать удвоение первого депозита. А каковым он будет, зависит только от вас. Вот я вижу, что у Арми Джинниусос, наверное, единственная проблема, это, ну, лоу-левел саппорта. У Тинни как-то четвертый с половиной, это еще окей. Но Undying там вовсе третий. С другой стороны, Тинни как-то зависим от ульта. Да, в целом нет. Ему, наверное, главный блин где-то там. Да, Тинни левел пять достаточно на десятой минуте. И Undying такой же, на самом деле. Там флэш-голем не то, чтобы... Нет, флэш-голем крутой спел. Это не зря. Ну, то есть, нажимает на Undying флэш-голем, кстати, нападает на ку-ку. И шестой левел он, и все, и хрона как бы. То есть, можно было нажать стики, откинуть, знаешь, блондами, и где-то там бы промазал Войт. Какое-то время подошел бы Карл, то-то-то. Но сейчас, конечно, пять-две стинтворца против две пятьсот у Котла. Две пятьсот, две пятьсот. Может быть, еще и Феникса убьют. Тут ульт от Диби залетает, Феникс пытается на Икарсе уйти. И по вышке, и по Фениксу, и легчайший килл для Джокома. Это будет блинг у него немножко побыстрее. Приятная игра для Арми Джонюсс. 4К, просто разгром, уничтожение. Можно Тимса убить. Вот интересно, как вообще Йови способен ли он раскастовать вообще этот метеор в соло-героя? То есть, будет ли он этим заниматься? С Инвизой можно спокойно это сделать. С Инвизой прыгнуть с мук-скрин. Карл, это как раз-таки та цель, в которую сейчас хочется это сделать. Потому что у него третий нетворс ворует немножко стаки Карл. Ну что? Поехали. Я думаю, доволен этим, в принципе, Рикки. То, что нет ульта у Панга. Ну и что, сейчас будет кастоваться метеор в мид-тауэр. Или в Тимсе. А тут и без метеора дела обстоят отлично. Как же хорошо играют армии джинниусы. Просто жесть. Я вообще такого не ждал. Я думаю, будет Рикки в миде, который будет, знаешь, так, немножко бесполезный. Но мы понимаем, что Кото выпал. Кото выпал. Посмотри просто на нетворс Котла. Он очень сильно выпал. Ему только сейчас Мека приезжает. Чтобы ты понимал, у Медвана приезжала Мека на 4.41. Он уже ее нажимал. Тут 11-ая. Здесь на 11-ой. Это чуть ли не в три раза. Жесть полная. Мне кажется, на месте Котла нужно о каком-то уже пайпе там задумываться. Гриммер по команде Блэклист пришелся к стать Йови. Не угадал с передвижением ИЮ, но не страшно. Подфармит просто лес. И это круто на самом деле. Потому что эти лесные владения хотел бы выкачивать Траблейд. А в итоге Джангл полностью занят Диби вместе с Йови. Знаешь, что я могу сказать? Какой же крутой пик Войт все-таки. Какой же крутой пик Войт. То есть тебя Котл задувает. Даже если тебе дают фиссуру, ты просто нажимаешь таймволк, ты фул хп. Вот реально. Как же круто. И сейчас еще один Мидас нажмется. Уже было нажато два хрона, два Мидаса. 6600 нутворца просто у Войта на 11-ой минуте. Это просто... Это невероятные цифры. Ну я уверен, что для Фестлос Войта это рекорд в рамках этого ДПС. Ну, по крайней мере в Югост Точной Азии. Потому что много мы с тобой матчей посмотрели. Я еще там резки поглядываю. Я такого еще не видел, чтобы настолько все хорошо было у Войта. Шестой левел, кстати, апнул Феникс. Но нажать яйцо получится или нет? Его добивает Рики с дабл дэмэджем. Адский урон залетает с руки. Два кила делают здесь у нас команды. Смотри, смотри, какой Метеор. Банает все-таки. Тимс задоджал. Тимс попал под Метеор. Я уверен, Рики бы прыгал просто. Что, нужно кучу Сентрея еще против этого Рики покупать? Тоже, знаешь, не особо приятно, когда ты Шейкер, который хочет купить Даггер. И особенно, когда ты Феникс, который проиграл линию, у тебя 1500 Нетворца. Тебе вот вообще не хочется эти Сентреи покупать. Тебе хочется хотя бы Нутран Кьюа какие-то там, да, еще что-то. Да. Капли хотя бы купить, там, шляпку, чтобы не умирать от Тини Пугны. Ой-ой-ой. Насчет Пугны, кстати, она же себе Даггон делает. Серьезно? Представь, она в соло убьет Траблейда сейчас. Реально? Декрип, Незраблас, Даггон. Все, он лопается. Но против Иллюзии тоже работает хорошо. Но это не важно. Тут основными таргетами будут герои. Феникса, кстати, видят в очередной раз. Будут ли его ловить. Можно закастовать Метеор. Они, по-моему, видели, кстати, Шейкера еще. Метеор кастуется. Ю, как чует, слушай, в рубашке родился Феникс. Два раза уже подобную атаку задоджил. Молодец. Ну и смотри, Карл тем временем в шаткну валка добирается до покупки диффузов. И я напоминаю, что он под Киперов Зелайтом. То есть Панга все еще боеспособен. Надежда на Панга, надежда на Карла. В принципе, это игрок, который может солить игры. Но мы понимаем, что это Пангольера. Это Пангольера, это не тот герой, который может условно в соло бить Вайда, да? Серьезно про Бельеу, но у него есть... Килинг Селф. Интересно, что у Тинни по дагеру. Наверное, тысяча где-то осталось. Да, так и есть. И что, смог. Диби летит уже догон. Можно убить этого Панга просто за засыпку. На самом деле, засыпка тучка. Никакими фростафами не пахнет. И вот. Минус. Иллюминейт. Даст немного пожить. Шелдкраш. Или не минус. На самом деле, можно уйти. Попробует нажать ультимейт. А есть ХСММ. Бежит за ним. Сейчас будет стана Тимса. Карл поживает. Проблемы огромные. ХСЛМ был нажат. Распепелили здесь Йови. И атака вышла неудачной. Но Блэклист молодцы, на самом деле. Потому что, если не было бы шейкера и котла в позиции, то не уходил бы Пангольера. Да, плохо нажали спелы армии Дженисис. Ну что, можно опять засыпать. Можно опять нажать догон. Ну что? Вот здесь догон. Счищает Томбо. Покатился Карл вперед. Джоком должен умирать. Но хотя цель поинтереснее. Возможно, это пугно. Диффузом замедлили тени. Дэмэджа не хватает. Феникс просто уходит отсюда. Ну и минус ультимейт Пангольера. На рогном месте. Пугно с Аркейн Руной. Она сейчас просто убьет Феникса. Минус Феникс. Просто божественный игрок. Это лучший игрок в этой команде. Да вроде Войда еще нахваливал. Нет, Диффузом лучше всех играет. Какое же раннее БКБ здесь будет? А в БКБ Войда уже вообще никто ничего не делает. Из физики кто-то Траблейд. Смотри, шмоток. Находит, кстати, Йоуи Рэйвена. И кастует Метеор. И попадет. Реально попадет. А что, тени успеет ли? Нужно замедлить. Нужно замедлить Балинком. Подхилили и лиминейтом. А уже опасно. Там будет свап хп. Поэтому отходит отсюда Диффузом. Нет, лететь сюда не надо. Лететь сюда не надо. Точно? Ну ладно, посмотрим. Могут ли выгнать из своего леса сейчас блокились кого-то? По сути, кнопок у них вообще ноль. Нету ни ролла, ни яйца. Загидывайся с пламя просто. Хочется поставить хрона в панга, скорее всего. Хватит ли урона? Подпугнуть точно хватит. Другое дело, что она на другой территории. Там идет нападение. Отжимает треугольник. Армии Джинниус. Такая агрессия, конечно. Траблейд вообще негде качаться. Он вышел в топ, его там накинули метеором, вынужден был уйти. На тройку к ним пришли втроем. И вот куда сейчас податься Раивену вообще? Пойти в свой лес, качать один бигкемп и все. Слушай, главное не заиграться Армии Джинниусу. Мы понимаем, что это Б. Наш герой, который в лете, в принципе-то боеспособный. И что, фиссура? Хорошая фиссура. А яйцо уже есть, кстати говоря. Могли бы нажать и убить тени, но не решился этим заниматься. Да, это невероятная жадность вот так играть. Ну, то есть, идти сюда, еще и Void фармит как бы в боте. Если вы идете сюда, то будьте добры, идите как бы с Void'ом. Потому что, ну, это очень жадно. Вот сейчас то, что происходит, это прям невероятная жадность от Армии Джинниусу. Они хотят и здесь, и там. Что, хотят, чтобы они на базе стояли, что ли? Ну, так не сработает на 16-й минуте. Все-таки бэклист могут давать отпор. Что, Тимс? 5.50, кстати, кэф на бэклист. 1.6, я напомню, было ровно 16 минут назад. Из интересных моментов. Ну что, опять Смок. Вылазка на бот-лейн. Видят там Пангалиера. Вот в него, кстати, купол поставить вообще кайф. Подходит сюда Void. Успеет ли он по таймингу? Карл, но только свежбакл. Забочился. Понял, понял, что забочился. Ну, молодец, Карл. Он, кстати, почти с Блинком. Блинк здесь выглядит как интересная шмотка, потому что должен кто-то инициировать. У оппонента будет Блинк. А что, Тимс? У него что, есть дайгер или он купил себе шард? Нет, он купил себе ничего. Блинк едет Тинни. Просто поставить варды, чтобы ТБ фармил чужой лес? В этом задумка. Кстати, Тинни пробегает возле шейкера. Заметили они друг друга и просто будет расход. Такое должно доварлить, на самом деле. Потому что внезапно Тимс оказался у вас на лестнице. Явно не просто так нужно заниматься. Варды стоят крутые. То есть их нужно защищать сейчас с бэклистом. Но мы понимаем, что армии Дженюса сюда даже идти не должны. Они могут просто... Хотя, смотри-ка. Вариш рисует план. Типа отпушьте мид, пойдемте смок в топ. И сейчас они придут прямо на варды от бэклист. Или что? ДБ идет в бот. Нажимать бласт. Он говорит, наверное... Так, у меня тревела, парни. Я сделаю телепорт. Такие, да-да, окей. Го втроем. Я закастую метеор. Диффуза, кстати, реки Мару летят. И что? Йордрима нету даже поблизости. Есть даггер у Тинни. Круто было бы шейкера начать. Потому что шейкер, наверное, единственный, кто может помешать в этой ситуации. Но ничего не видит. А вард есть у варежа? Есть ли вард анданга? Невероятно важно это. Там панга в позиции. Готов уже покатиться. Да, есть вард анданга. Можно поставить вард. И под этот вард как раз-таки напасть. И байтит. Байтит Рикки. Типа, смотрите, я скипаю вам пачку. Идите-ка попробуйте меня наказать. Смотри, вышку убили. Сюда войд уже никак не перелетит. И, соответственно, позиционное преимущество Блэклиста. Драться сейчас 3 на 5 будет самоубийством для команды Армии Джинюсс. Но я думаю, их все устраивает. Тем временем пуганно-то пушит бот лейн. Если Блэклисты останутся во вражеском рису, они просто это 2 потеряют. Да, и ни о каком размене речь не идет. Потому что в топе скипает пачку Рикки Мару. И крипы просто не дойдут до Тавра. И обязаны идти сюда Армии Джинюсс. Точнее, обязаны Блэклисты дефить эту вышку. Есть, конечно, их глиф. Как-то время они потянут. Нажмут на следующую пачку его. Мы понимаем, что вышка упадет очень быстро. А в топе... А в топе крипы как бы вообще еще даже не подходят. Посмотри, насколько далеко крипы. Да, фармит как бы лес. Блэклист. Но намного больше забирают сейчас Армии Джинюсс. И что Войт? Войт уже с БКБ, между прочим. Вот он глиф. И сейвит Крипади крепом. Круто. Круто деби. Отличная игра. Успеют они за счет этого забрать вышку. И надо форсить на хг на самом деле. Либо нажимать смок. Захватывает аунпост. Тем временем, кстати, скиппл все это время, я так понимаю, феникс пачки в миде. У него уже фаер аспириды в 4. Он эти пачки спокойно за свой второй спелл забирает из плюсов. Поэтому по миду на Т2 вы навряд ли зайдете. Идут даже без мака. Выгонять оппонентов из своего леса. Здесь, кстати, панка может поставиться. Но опять Войтой нет с командой. Руны и Тинь с Даггером, между прочим. И что? Боится Карл. Хотят, хотят, хотят. Как их видят. Тут стоят опсы со всех сторон абсолютно от Блоклист. Карла увидели. Карла увидели. И что? Ну как этот Варц ломать? Это же невозможно. Ой, какое яйцо. БКБ тратит Войт, чтобы разбить Супернову. Получается у него. Панк не решился катиться. Хотя, наверное, уже стоило. Какой купол по двум корам. Но закатился сюда Карл, кстати говоря. Спасает все-таки Раивана. Возможно, он успеет нажать свап по ХП. Не получается. Карл заперстить пугну. Тоже не вышло. Делает ТП в роли. Минус 4 от команды Арми Джинюс. Это не только минус 4. Это минус фарм в своем лесу. Это, возможно, минус Рошан. Чуть ли не игру выиграли Арми Джинюс и сейчас. Не знаю. Мне хочется выделить ДБ. Это прям... Ну, это что вообще? Как он... Настолько хорошо играть? Помнишь, как он на Магнусе отыгрывал, да? Прям... Кажется, это новая звезда региона. Вообще, да. И знаешь, я бы что отметил. Вот ты сказал про Магнуса. Мне прям... У нас мысли сошлись. А дело в том, что Магнус там, по-моему, тоже был в первой стадии. У них там был дабл пик. Здесь пугна, которая тоже появилась в начале. То есть, знаешь, не то, что на Харблейнера играют. Так как там часто по Тобе, допустим, да? Оставляют ласт пик у Энтити. Здесь такого нет. Берут в первой стадии. ДБ все равно завозит импакт. Топ-2 на Творфса. Масса демеджа. Файт выиграли подчистую. Но знает, что в Войде нет купола. Поэтому агрессирует Пангольер. Под чакра Мэджиком. Раздает своими нюками. Но, опять же, ролл у него тоже в кулдауне. Поэтому агрессировать сейчас явно не стоит. Ну и свой Тавр в Дайер ни в коем случае не дадут. Мету прожал, что ли, Рейвен? Или мне показалось? Да, нажал мету Рейвен. Ему, конечно, ее будут обновлять. Мы понимаем, что Коттл как бы коровый. Ему наверняка хочется фармить. А не просто обновлять мету своему Террор Блэйду. Ну и что, на самом деле ТБ просто умрет за купол. Террор Блэйд. Да, делает БКВ. Понимает, что единственный вариант это просто... Кстати, Супердаркова-то нажали, по-моему. Кого-то. Рейки напал в Тимса. Элиминейт. Отхиливает все. Прыгает сюда. Войт пытается выдать дэмэдж. Отличная Томба. Вынуждены отходить отсюда Блэклист. Или нет? Покатился Пангольер вперед. На самом деле станет абсолютно никого. Войт забирает Сапа и Котла. Выигранная драка для Армии Джинниусс. И непонятно, что Блэклист здесь хотели до конца. Просто отдали героев. Да, они просто... Им нужно где-то фармить. Ну, представь, ты... Террор Блэйд. Ты хочешь где-то пофармить. Тебе единственный вариант это фармить свою двойку, да? И в топ отправлять иллюзии. Например. Но тебя и отсюда выгоняют. Тебе даже в двойке не дают пофармить. Что делать-то с этим? Нужно где-то набирать на Творс. Уже 10к преимущество. И дальше оно будет расти для Армии Джинниусс. Даже не ясно, какие поверспайки есть у Блэклист. Но вот купил себе Панга Блинг, после чего башер у него появился. Смотри, поверспайк это 12 дл феникса, чтобы яйцо не убивало 6 тычек. Даггер на шейкере, который сможет нажимать. Ну, кстати, шейкер просто умирает. Форстап он себе купил. Интересное приобретение против Рикки, наверняка. Вот. Короче, нужно поставить яйцо и как-то его защитить. Смотри, куда? Просто йови агрессирует. Просто посмотри. По Т3, ребята, мы не туда смотрим. А, он засолил герои, да? Они убили его просто там. Это Котл, если что. С мекой, с грибцами. Просто убили по Т3 на 23-й минуте. Счет 4-21. Смотри, БКБ на ТБ. Башер на Панга. 12-й левел феникса. Только вот в этот момент. Блэклисты должны понимать, да, что они должны чего-то ждать. Единственное, чего можно ждать, это реальный левел на фениксе. Все, что им выиграет игру, это вот, ну, конец Аегиса, очевидно. Как бывает, Егис драться с таким преимуществом, это вообще я не знаю, кем нужно быть. И, в принципе, левел. И все. Больше ничего здесь не поможет. БКБ на ТБ, 12-й феникса. В принципе, уже все. Больше пауэрспайков особо не будет. Но сейчас будет сложнее, потому что гем покупает Undying, кормит Genius, сейчас все сломают. Просто Скади. Тогда он сейчас себе шар просто возьмет, Void, по ощущениям неуязвим, на самом деле. У него и так вин матчап против Траблейда, да, по сути. Мы с тобой видели, даже Spirit там, да, Shopify Rebellion, на мажоре переиграть не смогли. Там как раз был матчап Траблейда и Void, Void просто ставил купол и уничтожал. То есть, по сути, тебе там нужен оверфарм, и ты должен иметь на один слот минимум больше. Тогда есть варик, что ты не умрешь. Из плюсов, да, тут, конечно, за хилл будет с Андрейс, уллюминейтов. Может быть, это как-то спасет. Все-таки Void тоже, знаешь, Скади. Это не дэмэдж, молния он не аппал. Не сказать, что он сейчас урона внесет огромное количество. А если Раивен успеет там в Хрона нажать БКБ, ну до ее установки, то все окей. Молнии не будут прокать, по сути, пугнуть тебе ничего не делает. И смок от Блэклист. Смок на смок, хотят Блэклист кого-то убить, наверняка это будет Рикки. Но как же они идут под Хрона? Как же они идут под Хрона? Вариш, отличный топа на ХГ. Обезвредили уже Шейкера просто. Ставится яйцо, кстати говоря, блайты неплохие, но там БКБ имеется. Разбивает яйцо Void, уже минус 3. Траблейд делает где-то телепорт, по всей видимости. Тут убивает хукула. Не, надо, если честно, АГГ. Да, это гудгейм. За 25 минут Армиджиньусы спобедили. Я напомню, что изначально по кэфам здесь 50 на 50. Но после пика Рикки, после того, как увидели, видимо, что он медовый, дали кэф, по-моему, 1.6 на Блэклист. В итоге они проиграли за 25 с небольшим. Я поражен.